Туристических агентств в городе много. Сейчас расскажу, кто там работает. Ну, в лучшем случае девочки, которые съездили раз, два, ну, может быть, три за границу. При этом в большинстве случаев они ездили в рекламник. То есть полное представление о курорте они вряд ли получили. Другое дело, вот такие зубры, как те люди, которые основали туристическое агентство 1100. Оно располагается здесь, на Московской 5, в районе Химчистки. Вот эти люди видели практически все, ну, потому что они работают на телевидении. И могут вам организовать отдых на 5 с плюсом, а не на 3 с минусом, как это часто делают другие. Мало того, это не профильное их дело, то есть на этом деле деньги не зарабатывают. Вот так бы, как бы, подарок городу Магнитогорску. То есть вы сейчас можете организовать суперотдых. Легко. При этом за скидками бегать не надо. Вам же надо отдохнуть. Потому что вы часто переплачиваете. Каждый божий день. За каком услуги. Вы при этом живете спокойно. То есть вас каждый день имеют, а вы потом ищете туриков, чтобы поиметь с них 3 рубля. В итоге вас отправляют в трешку или куда-нибудь еще, где вы получаете минимум удовольствия и максимум неудобствия. Здесь такого нет. Здесь все будет на супер уровне. И вот супер предложение действует в течение двух суток. С момента выхода нашего сюжета. То есть вы сейчас в Шарм-эль-Шейх можете слетать от 15 тысяч рублей. В Шарм-эль-Шейх ездить надо каждый год. То, как динамично развивается здесь строительство отелей и то, что даже с третьей линии вас быстро доставят на пляж и там все будет включено, не вызывает сомнений. Хотя положу руку на сердце и скажу, не каждый и особенно американский отель с удовольствием встречал инфогруппу. Так что полное удовольствие уже традиционно получаешь в фирменных пегасовских отелях с турецкими хозяевами и ориентированными на русскую публику поварами. Лысая башка, да и пирожка. Ну, не пирожка, а вот такого краба. Опять с чем рекламировать нельзя. Где мы находимся? Ну, это мой любимый отель, Сети Шарм. Сегодня он приобрел название Де Соле, Сети Шарм. Вот здесь включено в программу фигас туристик. Что больше всего поразило, за 4 года отель не изменился вообще. То есть какой был прекрасный, великолепный отель с чудо-пляжем, со своим понтоном, с коралловым рифом, таким он и остался. То есть рекомендую. Кроме всего, в отеле Сети Шарм, рядышком с ним есть замечательное место, где вы можете заняться шопингом. Поэтому, если вы даже думаете, что переплатили какую-то там копейку, то имейте в виду, золотые украшения вам это дело все компенсирует. Ну и второй день нас научил замечательной фразе. Шукрам Хабиби. То есть спасибо большое, дорогой. Пегас дорогой. То есть Шукрам Хабиби Пегас. Когда ничего не меняется, это, кстати, далеко не всегда плохо. Прекрасный и очаровательный Сети Шарм. Тянет по комфорту на пятерку. А комфорт для россиянина это возможность не парясь отдохнуть, не подписывая дурацкие чеки и не ограничивая себя ни в чем. В общем, Камильфо де Соле от Пегас Туристик. Вах, хорошо из Магнитогорска. Спокойно так, пройдя таможенников любимых и уже привычных к постоянным рейсам Пегаса, через пять часов изморозца до подсолнышка. Тем более, что рейс-то лепота. День целый в подарок. Эх, ну подсластил Пегасик и без того вкусный момент. Вах, нехорошо, что металлурги, затюканные кредитами и ипотеками, не частые гости. Потому как люблю, если честно, с работягами пообщаться да неформальненько. Кстати, с кем мы летели и молодежь на заметку. Медики, учителя и изнасилованные вниманием государства малый бизнес и большой. Ну с бизнесом понятно. Десять дней без головников в сети Де Соле от Пегаса это то, что доктор прописал. А вот отсюда глубокий респект правительству и единороссам. Сейчас достойно начали оплачиваться педагоги, врачи и судьи. Поэтому абитура будущая. Поймите, госструктуры не знают, что такое кризис. У вояк и полицейских будет нормальная зарплата. Думайте. Думки эти, да после крабов на обед посетили меня в любимом отеле сети Шарм. Ставшим еще более ненаглядным после вхождения в пегасовскую сеть Де Соле. Так получилось, что из 20 раз путешествий за рубеж, ну за исключением туристических, в смысле командировок рабочих, хотя у меня даже туристические командировки, это что-то и рабочие. Никогда еще без камеры я не ездил. Мы путешествовали 15 раз в пегасовскую туристику. Вы знаете, ну честно говоря, если и жалел когда-то, то только несколько своеобразных гидов встречающих были. А так размещение и вечный отдых. Вот такой. Ну плюс к тому, что вылет из Магнитогорска. К сожалению, вылет из Магнитогорска в Шарм-эн-Шейх это только 10 раз, в смысле раз в 10 дней. Поэтому заполняйте этот самый замечательный борт Боинг 737-800 и летайте. И дома есть, исключительно, из Магнитогорска. И как задолбал ваш поиск, где подешевле и где больше скидки? Ведь так может получиться, что будет дешевым Хилтон, но не факт, что он будет так поедет кормить, как фирменный пегасовский отель. Еще раз напомним. Ваш вопрос о наличии мест должен начинаться с фразы Десале. Вот эти отельчики Десале, которые мне очень сильно нравятся, от Пегас Туристикс. Ай, как можно было бы хорошо прямо сейчас смотаться. Ну ладно, я там был, вино, пиво пил, вот ел я там просто так, как вам и не снилось. Но еще раз напоминаю, очень быстро и только сегодня и сейчас, в течение двух суток, с момента выхода этого сюжета, приезжаете на химчистку. Вы, в принципе, можете приехать и попозже. Дело в том, что персонал приедет через 5 минут после того, как вы позвоните по этому замечательному телефону 8 952 526 68 65. И сможете улететь за 15 тысяч из Магнитогорска в замечательный и нами любимый Шарм-Аль-Шейх.